Друзья, всем привет! С вами снова Дан Захвашный. Сейчас утро, и я собираюсь идти на работу в цирк. Но перед тем, как я туда отправлюсь, я зайду в магазин купить шоколад. Где же он? Где этот шоколад? Нету. Вот я иду шоколадкой, а зачем, скажите вы, зачем я ее утром купил? Я уже позавтракал, но сладкое не скажу, что я прямо так сильно люблю. А потому что в прошлых влогах, как вы помните, я обещал пообщаться с Натальей, которая у нас работает на верблюдах. Она не так давно увольнялась, где-то не было ее месяца, и она снова вернулась. И всем стало интересно, почему же, проработав несколько лет в цирке в нашем номере с верблюдами, она решила вернуться. Да, шоколад-то я ей не сказал зачем, потому что Наталья сказала, без шоколада интервью давать не будет. Едем в цирк. Том рядом сидит, как всегда, с творогом. Вот. Творогом он никогда не делится, но, слава богу, я уже позавтракал. Держи. Ну вот мы и в цирке, уже кипит работа. Доброе утро. Доброе утро. Ну все, я переоделся, шоколадку оставлю здесь. Когда позанимаюсь с обезьянами, ее заберу, и мы с вами пойдем к Наталье. Привет. Мадам, доброе утро. Сто грамм. Это кошмар. Каждое утро одно и то же обезьяны. Это самые, наверное, сонные животные из всех, что я встречал. Они, наверное, как медведи в зимнее время впадают в спячку. Хотя еще не зима. Вот. И они просто любят поспать. Или я рано прихожу к ним, то что 9 утра, а для них это может быть рано. Может быть они где-то ночью были в ночном клубе. Я не знаю. Кто там зашел сейчас? Димка вышел. Доброе утро. Боня, привет. Здравствуй. Вот это у тебя поза. У нас Боня по утрам как йог. Йог. Настоящий. Африканский, правда. Но такие позиции, какие она занимает, если честно, я иной раз просто, ну, не то что удивляюсь, а вот восхищаюсь ее гибкостью, эластичностью. Так бы я точно никогда бы не смог. Не нарушаем традиции утреннего чаепития. Сегодня утром я выложил новое видео верблюды и шимпанзе. Кто круче? На наших репетициях мы готовим новые трюки. Нож, нож, нож. Кто это? Что это за животное Боня? Нож. Это кто? Выше нож. Ай, молодец. У нас появятся еще молодые исполнители. Два молоденьких верблюд. Ну вот и закончилась моя разминка с обезьянами. Сейчас нужно найти Тома, потому что ключи от гардеробной всегда у него. Вот они сладенькие. Родные просторы. Отнесем их Наталье. Зеленые к зеленому. Конфеты. Зеленые к зеленому. Родные просторы. Подарок. Офигевший. Спасибо. А зачем? А потому что Наталья нам обещала дать интервью. А, я буду звездой? Ты будешь ей. Да. Ребят, ну, поскольку сейчас Наталья немного занята, у нас все-таки репетиция идет, я всегда прихожу, мешаю, кстати. Так делать нельзя. Вот, она расскажет о своей истории немножко попозже. Мы порепетируем, и после репетиции, после обеда, я думаю, она нам уделит свое внимание. Друзья, я прокрасла в манеж. Хочу посмотреть, что происходит, как репетируют верблюда. Пойдемте. Браво, Абон. Да. Браво, Абон. Моя умничка, держи. Не поймешь, что такое, да? Верблюд напугался, потому что я как ниндзя. Ну, если бы был ниндзя, конечно, он бы меня не заметил. Ну, попытался как ниндзя прокраситься, а он немножко заволновался. Друзья, в общем, с животными надо вести себя естественно. Да, молодец. В общем, друзья, с животными так делать нельзя. Надо спокойно к ним подходить, давать о себе знать. И они будут себя вести с вами спокойно. Умница. Лесь, как думаешь, сколько сахара он может съесть за раз? Мне кажется, очень много. 5 килограмм съест? Блин, не знаю, но это вредно. Видите, даже у верблюдов есть диета сладкое, нужно есть в меру. Он не хочет, он вообще сахар есть. Выплевывает сахар. У меня тоже выплюнулось. Он больше по-мычному у нас. Идем мы с Томом из гостиницы в цирк. У нас, я чувствую, одна дорога в городе Ярославля. Сделаю сейчас свои дела. Обезьян нужно немножко привести в порядок, помыть их после обеда, потому что обедают они всегда очень так смачно. Измажутся, измажут все вокруг. И мы с вами пойдем к Наталье. Прямиком на конюшню и немного с ней пообщаемся. Это у нас такой знак приветствия. Моя девушка красивая, моя принцесса. Мой житель. Ой, 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 деловуха. Ой, деловуха, это посмотрите, какая. А это у нас Боня вот так ест. Я же говорю, все раскидает, все разможет. Приходится обезьян отмывать, а потом и все вокруг, где они ели. Ну, пойдем. Я вот так подумал, у нас ведь в цирке много разных есть интересных людей, и даже те, кто у нас работает. Я думаю, что вам, может быть, было бы интересно пообщаться или задать вопросы именно им. Моя девушка. Пойдем? Друзья, знаете, как мне приятно, что вот эта вот вещь, которую мы сделали, вот этот ласк, поставляет обезьянам такое удовольствие. Я даже представить не могу, когда мы все это вместе соединим, насколько будет здорово, большое будет пространство, и как они будут носиться. Друзья, мы сейчас смеемся по такому поводу, что я на свой телефон установил приложение Omi TV называется. Это что-то типа чат-рулетки. Азамат увидел, сразу поставил себе тоже. В общем, заключается интерес в том, что вы встречаетесь совершенно с незнакомыми людьми, и я попробовал, ну, небольшой такой чат провести. Мне человек, наверное, 15 попалось. И поскольку я был рядом со своими обезьянами, у людей была просто, ну, обалденная реакция. Я думаю, что будет очень интересно, если я такие видео буду выкладывать на свой канал в YouTube. Кстати, у меня теперь есть там учетная запись, и я ссылку на нее оставлю в описании. Как начинаешь с камеры разговаривать, все время такие звуки. Ладно. Оставляем ненадолго обезьянов. Добрый вечер. Здрасте. Ну, что у вас происходит? Подготовка. Овощи готовите? Да. Суп будет? Салат. Салат? Да. Наталья, ну, мы к тебе пришли. Немного тебя подвлекаем, буквально 2 минуты. Подвлекайте. Будешь честно отвечать? Честно. Ну, за конфеты будем. Ну, конфеты-то уже все, мы тебе отдали. Ну, вот еще придется. Ребят, мы, кстати, на конюшне находимся. Скоро будет ужин у верблюдов, поэтому мы нарезаем им овощи. Наталья режет морковку. Коля режет кабачки, свеклу, да? Что там еще интересного? Капуста. Вот. Так что скоро будет у них... Они же вегетарианцы. Будет вкусный ужин. Друзья, ну, я вот недавно рассказывал о том, что Наталья проработала с верблюдами у нас достаточно много времени. Мне кажется, несколько лет, да? Вот сколько точно? Три с половиной года. Ну, ребят, три с половиной года, и вдруг что-то случилось, и Наталья решила, ну, уйти из цирка и заняться совсем другими делами. Кстати, скажу, что раньше Наталья никогда в цирке не работала. Вот. Проработала три с половиной года и, в общем, ушла по своим делам, решила сменить работу. Где-то... Сколько тебе не было? Месяц. Месяц не было. И потом Наталья звонит, говорит, все, все, бросаю, возвращаю, скачу обратно. Вот что случилось? Сейчас вот я камеру чуть поднесу, чтобы более лучше было слышно. Что случилось? Почему так получилось? Потому что я не могу жить без моих мальчиков. Без моего бархаши. Так. Без моих остальных семерых мальчиков. Так, ну, соскучилась просто по животным, получается. Ну, не то, чтобы именно по животным, по животным, просто именно вот по ним. Понятно. Ну, а вообще, вот как работа в цирке? Интересна она? Что, ну, я так понимаю, что тебе животные просто нравятся. Да. Ну, любят животных. И в цирке, я так понимаю, что, конечно же, есть разные животные. Вот, наверное, из-за этого тебе такая работа. Да, нравится? Ну, да. Это мои догадки. Просто опережают летом. Сначала же это как бы просто интересно, то, что животные, а потом ты просто к ним прикипаешь. И это уже не просто животные. Это что-то большее. Вот я полностью с Натальей соглашусь. Я сам работаю с животными, моя мама работает с животными, мои дедушка с бабушкой работали. И я точно могу сказать, то, что это такое место, где ты приходишь не на работу, а это уже образ твоей жизни становится, да? Это даже вот для нас, не для цирковых, кто в цирке не родился, это так и есть. То есть новые люди приходят, я им всем говорю, алё, ребята, это не работа. Они говорят, Наташ, ты чё? Я говорю, подождите, я жду терпеливо. Через несколько месяцев они говорят, что я была права. Так что так, получается, ты настолько втягиваешься во всю эту атмосферу, привыкаешь к животным, и у вас такая взаимосвязь прочная устанавливается. Вот у меня с обезьянами, с моими, ну абсолютно точно так, они для меня сейчас как дети. И видите, мы сейчас все ещё раз становимся свидетелями, и вот Наталья, это такая вот история, Натальяна история, это вот такое прямое доказательство. всему тому, что мы сейчас сказали. Ладно, не будем отвлекать, пойдём заниматься своими делами. Ну а вы, друзья, обязательно смотрите наши ролики. Я уверен, что много чего интересного мне ещё предстоит вам показать, потому что в цирке происходит много-много разных необычных событий. Я буду стараться показывать и знакомить вас с цирком гораздо ближе. Обязательно подписывайтесь. Если вам нравится видео, ставьте лайк. Если не нравится, нажимайте на дизлайк два раза. Только не ошибитесь не один раз, а два. Всё, и встретимся скоро в следующих видео. Пока! Ребята, это дополнение небольшое. Я сейчас к Коле обратился, я говорю, Коля, а ты нам что-нибудь скажешь интересно? А Коля говорит, когда-нибудь. Я говорю, ну ты что, тоже шоколад что ли хочешь? Будем искать Коле подход, в общем, ладно. На связи. А сладенькое любит. Ага. Сладенькое надо. Всё. Любит сладкое. Будем иметь в виду. Субтитры подогнал «Симон»!